Погнали, пишут. Погнали, пишут. Погнали, пишут. Погнали, пишут. Погнали, пишут. Погнали, пишут. Поэтому теперь вы видите «Московское время», если кому-то было необходимо эту информацию знать, и, в общем-то, знаете, сколько у нас до новой исторической эпохи без наших напоминаний. То есть в любой момент можете зайти и увидеть, по-моему, это замечательно и удобно. Плюс более крутое нововведение «Висим». Да что ж такое. Ну, если что-то ломается, то ломается сразу и все. Классный счетчик, мне нравится. Ну, не знаю, висим ли мы. Ну, вообще пишут, что лаги, да. Спроси на каком, с ARV скажи, первый ARV-1, чтобы все от него отключились. Да, лагает чуток. Ну, сейчас у нас, я говорю, если у нас что-то не запускается, то не запускается сразу и все. Я удивлен, что еще счетчик работает, поэтому все good, хорошо. Да, начал я про нововведение. Давайте, наверное, постараемся все-таки. Все норм. Коротенькие подвисания. Хорошо, значит, не будем на это обращать внимания. Надеюсь, что они сейчас пропадут. По нововведениям. Счетчик появился, вы его видите, это замечательно. И второе, более серьезное нововведение. Мы подключили, наконец-то, донаты непосредственные к нашей трансляции. Гей-гей, такого не было еще никогда. И вот сегодня я решил на своей трансляции ее проверить, да. Если все пойдет нормально, то запустим ее на трансляции уже плохих новостей Вячеславовича Мальцева, да. В чем суть? Для тех, кто не в курсе. Под описанием, вот сейчас вы смотрите трансляцию на Ютубе. Если вы прокрутите немножко вниз, там будет текст. Это первая ссылка в этом тексте. Там написано «Задать вопрос непосредственно в эфир и помочь финансово». Все очень просто. Вы переходите по этой ссылке, заполняете графу с вашим вопросом. Значит, нажимаете «Добавить вопрос». «Отправить вопрос», «Задать вопрос». Там как-то так оно формулируется. Дальше у вас вылезает окошечко, с помощью которого вы можете отправить нам какую-то сумму денег. Минимум 10 рублей. То есть буквально 10 рублей вы можете нам отправить прямо во время трансляции. Отправляете 10 рублей, ваш вопрос появится прямо на экране этой трансляции. «Чудеса». То есть не в чате, не где-то, а прямо вот сейчас опять зеркально. Нет, зеркально. Вот здесь, вот в этом углу будет ваш вопрос. Следовательно, его увидят все. Он сохранится в записи. И я его увижу тоже. И обязательно на этот вопрос отвечу. Вне зависимости, чтобы вы там не написали. Пока нижняя ставка – это 10 рублей. Дальше мы, наверное, ее будем повышать, чтобы просто не было огромного количества потока сообщений. Поэтому таким образом вы задаете платный вопрос. Но дело не в том, что мы на вас деньги зарабатываем. А дело в том, что вы нам помогаете. Вы нам и так присылаете какие-то суммы денег. А тут вы за это еще и получаете ответ на свой вопрос. По-моему, это очень удобно и очень здорово. Будут продолжаться те или иные расширения и обновления. Я думаю, что в скором времени у нас еще одно интересное обновление появится. Но я о нем расскажу позже, когда оно, собственно, появится. Я думаю, что вы с энтузиазмом его примете. Но пока вот так. Поэтому я не знаю, сколько у нас и вообще кто-нибудь кинет ли нам сегодня что-нибудь во время эфира. Если я вдруг что-то пропущу, потому что у меня огромное количество окон. Если я вдруг пропустил, вы напишите в чате, что кто-то задавал через донат вопрос. И я обязательно на него отвечу. Безусловно. Прямо 100% я вам это обещаю. В плане донатов, что будем с ними делать? Все средства, которые вы нам присылаете на WebMoney, на Kiwi кошелек, на эти деньги мы введем в нашу деятельность. Ездим по городам, в том числе по вашим городам. В ваши города приезжайте. Обама нам не платит, к сожалению. Вот так вот выходит. О, а, 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 10 рублей нам прислали. Да, сейчас вот, вот, хорошо. Видите, как мы увидели сразу, что у нас он немножко уполз. Все, технически мы все решили. Я вас вижу, вы меня видите. Я прошу прощения, что такое скомканное начало. Много нововведений, их надо тестировать. Потому что никак иначе, в общем-то, не проверим, что они работают или не работают. 10 рублей нам пришли. Следователь написал нам. Следователь прислал нам первые 10 рублей. Спасибо, следователь. До скорых будущих встреч. Ну, вопроса нет. Вопрос Сергей, а, а, а. В общем, да, я принял, увидел. Спасибо. Так, ну что, давайте, наверное, потихоньку перейдем к новостям, так или иначе. Да, вы присылайте нам донаты, присылайте нам вопросы в чате, где угодно. Я буду сейчас на них отвечать, в том числе во время эфира. По новостям. День Конституции, да, парадокс. Прошла практически неделя, а я вот только про это вспомнил, потому что, говорю, не было возможности выйти в эфир. Много людей спрашивают по поводу митинга. Кто-то расстроен, кто-то не расстроен, количеством людей. Ну, количество людей, я честно скажу, мы примерно такое и ожидали. Я увидел ваш вопрос, сейчас я на него отвечу. Мы такое количество людей примерно и ожидали. 200-250 человек примерно так и пришло. Это несмотря на то, что неудобное место, несмотря на то, что воскресенье, да, ну, то есть людям, как бы, многим хочется, там, я не знаю, погреться дома у камина, да. Про камин у нас здесь актуально было последние несколько дней. Вот. Поэтому, в общем-то, все неплохо, да, то есть и вот люди, которые пишут, что у нас было 200 человек, это не совсем правда. Почему это не совсем правда? Потому что подобные акции проходили не только в Москве. Акция проходила в Саратове в понедельник, правда, не в воскресенье, да. Там тоже собрались какое-то количество людей и активисты моего, ну, не моего, общественного движения, в котором я состою, организатором, одним из организаторов, в которых я являюсь, это новое поколение, там, участвовало в митинге, посвященном Дню Конституции. Всем своим парням передаю привет, если кто-то смотрит. Жаль, что не смог поучаствовать, в общем-то, у себя на родине. В Калининграде, вот, пожалуйста, нам прислали, казалось бы, мелочь, да, приятно, в Калининграде вот такой одиночный пикет прошел к институции России, помним, любим, скорбим. А вот телекамеры, которые вы видите, это телевидение Франции, то есть тоже очень хорошо, что привлекаем внимание к этой проблеме не только российских СМИ, да, которые мы знаем, как работают, но еще и зарубежных. Это очень здорово, и значит, уже не зря, вот, человек вышел на одиночный пикет зимой, и значит, уже не зря. И это говорит о том, что нас не 200 человек, нас намного больше. В Владивостоке, я знаю, что была акция, в Чебоксарах, да, если я не ошибаюсь, поправьте меня, по-моему, там тоже была какая-то акция, в Перми, в Московской области где-то тоже были одиночные пикеты. Прошу прощения, если кого-то забыл, но, тем не менее. Вопрос вот нам задали через Донатлер, домовенок Кузя спрашивает, Сергей, что там с Эдиком, ты его встретил, и люди переживают, а лучше на эфир позови. С Эдиком, в общем-то, все нормально в плане того, что он живой, на свободе, это уже в современной России неплохо, да. Я сказал такую фразу, как бы, может быть, не совсем обдуманно сказал, что я встретил Эдика, и он меня немножко расстроил, да. Я расстроил не в смысле, что он там ватником стал или что-то еще, то есть сразу пошли какие-то конспирологические теории. Просто как-то он, ну, ладно, я скажу, я его встретил на проспекте и говорю, ну что, как дела? А он как-то очень так грустно сказал, ну, как дела? Типа, выборы не выиграли, типа, все плохо. И как-то он это сказал так грустно, да, и я немножко подрастроился такой реакцией. Ну, я думаю, что ничего страшного в этом нет. Позвать на эфир, да я-то всегда за, и на свой эфир, и на Вячеславовича с удовольствием, если как бы, если Эдик сам проявит инициативу какую-то, не инициативу, а, по крайней мере, захочет, то давайте мы с удовольствием. Исчерпывающе, я ответил на ваш вопрос, Домоверна Кузя. Менее веселая новость, да, первые у нас две новости будут такие, именно сегодняшние три сотрудника Клукойла погибли и 10 госпитализированы в результате ДТП в Прикамье, то есть продолжаются ДТП с участием автобусов. Я вот сказал о том, что мы с вами больше не увидим после того, как произошло в Мансийском автономном округе дорожно-транспортное происшествие, но все об этом знают, я сказал, что все, волна на этом закончится, потому что, ну, так работает вот этот процесс, я не знаю, кто так задумал, да, но, тем не менее, он работает именно так. И я был неправ. Увы, к сожалению, то есть даже вот того, что было, как бы, оказалось недостаточно. Я не знаю, как это работает и почему, но, тем не менее, да, то есть трое сотрудников Клукойла, все сразу там написали о том, что это Клукойла, их не жалко, это абсолютно дикие люди, которые так пишут, потому что это монтажники какие-то, я так понимаю, то есть люди-работяги просто, да, да, может быть, они получают там больше, чем обычные работяги на заводе, потому что они работают в Клукойле, но это точно не какие-то там топ-менеджеры, которые воруют миллиардами, поэтому, конечно, безусловно, этих людей жалко, и, в общем, светлая им память. 10 человек госпитализированы, 5 человек в тяжелом состоянии, поэтому будем надеяться, в КАМАЗ врезался автобус, то есть продолжаются столкновения автобусов с тяжеловесами, к сожалению, с тяжелогрузами, да, к сожалению, продолжаются, не знаю, сколько это будет продолжаться, у меня уже, в общем-то, заканчиваются какие-то прогнозы на этот счет, надеюсь, что все это закончится. Вопросы на Донатлер? 50 рублей, мы бьем рекорды, кто больше, друзья? 50 рублей нам прислал дохлый Путин, очень хорошо, дохлый Путин, вот видите, даже от дохлого Путина больше, в общем-то, пользы, чем от живого. Как видно прием, видно тебя хорошо, дохлый Путин, привет. Вот спрашивает Сайка за 11 рублей, у вас 3 ноября пропало 3 миллиона просмотров, что с ними? На Ютубе очень часто происходят какие-то непонятные ситуации, да, в общем-то, у нас отписываются, ну, была такая ситуация, когда у нас отписались 2000 человек за 20 минут. И я далек от мысли, что вот люди вдруг за 20 минут решили ровно 2000 отписаться, то есть мы знаем, что такое происходит не только на наших каналах, связано ли это с политикой или не связано, какие-то это атаки со стороны или же это косяки Ютуба, не могу знать, но, как бы, тем не менее. Поэтому мы, понимаете, мы не Ютуб-канал, мы не гонимся за тем, чтобы у нас были миллиарды просмотров, мы, в общем-то, довольствуемся тем, что имеем, работаем с вами, с нашей аудиторией. Конечно, приятно, когда вас много, но ничего страшного совершенно, если у нас там по техническим причинам какие-то цифры убавились. Людей же от этого не убавилось, эти 3 миллиона, их же не стерли в памяти, правильно, 3 миллиона человек, поэтому все нормально. Вячеслав Вячеславович нам прислал 10 рублей, но я не знаю, тот ли это Вячеслав Вячеславович, но, тем не менее. Серега, ты считаешь Медведева балаболом? Вопрос за 100 рублей. Странный вопрос, конечно, да, безусловно. И тут я еще пропустил один вопрос, давайте я на донаты тогда, если какие-то пропускаю, то буду на них отвечать в конце. Если я вдруг какие-то пропустил, просто они у меня убегают. Так, Путин намерен обсудить с Собяниным вопрос возможной вырубки парка Кускова. С одной стороны, это очень хорошая новость, если вы помните, мы были в парке Кускова, делали оттуда перископ-трансляцию, и потом на Безумной Грете было видео. Уникальная ситуация, конечно, огромный парк, через него планируют провести дорогу, да, которая совершенно никому не нужна, об этом говорят все. То есть, казалось бы, строят дороги в Москве, но это же замечательно. Ну, строят через парк, ну, понятно, надо чем-то жертвовать, да, но строят дорогу, которая никому не нужна, через парк. Плюс планируют снести церковь, в которой, если я не ошибаюсь, сколько там, 800 лет нам тогда говорили, или 650. Но, причем, что мне тогда очень понравилось, это то, что церковь, в которой 650 или 800 лет, я могу ошибаться, поправьте, если кто-то в курсе этой ситуации, никто ее защищать не пришел. Нигде вот эти вот активисты-качки, да, которые там в торфянке избивают бабушек, ни патриарх Кирилл, который там рассказывает, что все, кто против строительства храмов, это там порождение сатаны, вот они, почему-то никто даже не поднимал этот вопрос. А вот на, в общем-то, заседании Совета по правам человека президенту рассказали о ситуации с вырубкой парка Кускова. И, с одной стороны, я говорю, это замечательно, потому что сейчас понятно, что в России единственный человек, который что-то решает, это Путин, да, и до Путина эта информация дошла. Но, с другой стороны, это как раз в то же время огромная проблема, то, что кроме Путина, то есть, чтобы решить вопрос с абсолютно незаконной вырубкой леса, с абсолютно бессмысленным строительством дороги, нужно дойти до президента страны, чтобы какая-то бабушка не умерла с голоду где-то в Новосибирской области, нужно, чтобы об этом узнал Путин. Естественно, это абсолютно ужасная система, такая, наверное, присущая 17-му или 16-му веку, и то даже 16-му веку в России, да, потому что в 16-м веке, например, там в Великобритании, я думаю, даже такого уже не было, да, то есть уже было более развитое общество. Ну, естественно, такой политический строй, в общем-то, ему констатирована смерть уже априори, понимаете, поэтому, когда говорят, почему вы думаете, что 5-го 11-го будет то, что будет? Ну, потому что, в общем-то, не может иначе, да, стою на том и не могу иначе. Вопрос на Донатлере. Что будет с АвтоВАЗом и УАЗом после 5-го 11-го? Российский автопром и как, в общем-то, любая промышленность, ну, что, с любой промышленностью, понимаете, что будет? Нужно такие крупные предприятия национализировать, мы об этом говорили, безусловно, и сейчас это путь, по которому идет, в общем-то, весь мир. Вот нам рассказывают о том, что там капитализация, то есть выкупают там какие-то активы государственные, отдают их эффективным управленцам, потому что так на Западе. Но так на Западе действительно было в 70-е и в 60-е годы 20-го века. И вот сейчас, слава богу, через 20 лет мы решили к этому прийти. Но если вы посмотрите во Франции, в Италии, в Великобритании, в то же самое, которое я сегодня почему-то уже второй раз упоминаю, в Португалии, кстати, все то, что было отдано в частные руки, оно возвращается в руки государству, потому что не работает эта система. И уж тем более она не будет работать в России, и уж тем более она не будет работать в путинской России, да. Поэтому Автоваз и УАЗ это крупные предприятия, в общем-то, градообразующие, в том числе в Тольятти, да. Естественно, они должны быть в контрольный пакет акций, должны быть у государства. По моему мнению, опять же, вы же спрашиваете мое мнение, что будет? Это же не я буду руководить Автовазом или УАЗом, правильно? Не дай бог. Но, как бы, мое мнение вот такое, вы можете с ним не соглашаться. Я, кстати, знаю, что будет много людей, которые с этим не согласятся. А вот, кстати, в тему вопрос, да. Рабочие заводы под Саратовом не получают зарплату полтора года. И это автомобильный ремонтный завод в городе Энгельсе, да, крупнейшее когда-то предприятие. И, в общем-то, ну что, вот это эффективный управленец, менеджер, собственник, там, и так далее, привело к тому, что полтора года не получают люди зарплату, да. Сейчас он объявит себя банкротом, задолженность более 7 миллионов и скажет, кому должен, всем прощают. Но, как бы, так не должно, наверное, происходить в нормальной человеческой стране, да. И тем более людям что-то кушать нужно. От того, что человек признает себя банкротом, наверное, это неправильно. Друзья, просьба не писать на донаты нецензурные сообщения. Я не в смысле, вы можете меня критиковать, как хотите, тем более за ваши деньги. Но если вы матом пишете, он просто блокируется, и ваши сообщения не попадают. И вот кто-то сейчас выбросил 10 рублей, потому что меня обозвал. Да ладно, я не обиделся. Это даже не обидно, как-то можно было бы поинтереснее меня обозвать. Всему-то вас учить нужно. Серега, вы планируете приехать в Новосибирск? Если да, то когда и как это будет происходить? Вот сразу видно, что люди не представляют, что такое работа с Вячеславом Мальцевым. Я не знаю, что будет через полчаса. Возможно, я сейчас закрою трансляцию, спустится. Вячеслав Вячеславович скажет, мы едем, я не знаю, на Аляску и собирай вещи. Они у тебя уже собраны, потому что у нас там самолет через 15 минут. Я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что будет через полчаса. Поэтому планируем ли мы посидеть в Новосибирск? Разговоры такие были. Новосибирск очень большой город, там очень много наших сторонников, они очень активные. Поэтому думаю, что когда-нибудь мы до него обязательно доберемся. Надеюсь, что в ближайшее время. Подробнее бы про где вам и как высылать, не все продвинутые в интернете. Владимир нам написал. Владимир, вот вы нам прислали 30 рублей, я ваше сообщение увидел. Видите, вы не продвинутые в интернете, как вы считаете, но вы это смогли сделать. Поэтому давайте как-то, да, мы будем объяснять. Согласен, что может быть это не всем удобно, но это, в общем-то, активность ваша. Курганская пенсионерка замерзает из-за долга в 4 тысячи, энергетики обрезали ей провода. Классическая история, это будет продолжаться, то есть уже нет никаких, ну что такое, энергетики отключили там у пенсионерки какие-то провода. Естественно, у них есть перечень этих каких-то объектов, у которых есть задолженность даже там в 500 рублей, да, и они сейчас будут этот порог снижать. То есть если раньше мы помним, что у людей были задолженности по 50-60 тысяч, они совершенно спокойно жили, им ничего не отрезали, то сейчас, конечно, нужно собирать последние крохи. Если вы задолжали даже 500 рублей, будьте готовы к тому, что, в общем-то, к вам придут, да, и отрежут вас от системы жизнеобеспечения. Ну, конечно, здесь общественность должна реагировать в первую очередь, должны реагировать местные жители, да, и я думаю, что если определенное количество людей, крепкое телосложение придут к директору этой управляющей компании, которая отрезала провода, да, то завтра эти провода на месте появятся, я в этом абсолютно уверен. Поэтому не проходите мимо в первую очередь, это в наших силах с вами вот такой беспредел останавливать. Это я, причем, на примерах говорю. Не то, чтобы там кто-то приходил, там, крепкие, да, а к тому, что мы же знаем огромное количество примеров, когда просто вмешательство масс людей, в общем-то, меняло ситуацию, да, казалось бы, даже безвыходную. Вихаревки из-за проблем с отоплением закрыли хирургическое и родильное отделение больницы. Замечательная новость будет продолжаться. 159 домов остались без отопления и горячей воды, а также детский сад, школа и вот два отделения больницы, хирургическое и родильное. Ну, вот нам рассказывают о том, что там людей почему-то такое мнение, да, что революция – это вот какой-то ад, страх, там, что все будет там на уровне 15 века, мы все будем греться у костров, там, у бочек, как это показывают, да, в апокалиптических фильмах. Ну, вот сейчас мы без всякой революции приходим к тому, что будем греться у бочек. И, вы знаете, вот таких новостей я сегодня даже их не стал брать, потому что, если бы я их взял, то у нас бы получился весь выпуск на тему того, как отключают из-за долги и задерживают зарплаты. То есть, это огромное количество таких, в общем-то, новостей сегодня, несколько десятков было, то есть, если бы я их все взял, то вот только бы об этом и говорил бы, да, поэтому уже приходится просто с какими-то вещами смириться, как с само собой полагающимися. Поставьте донаты на плохие новости, деньги лишними не будут. 123 рубля Павел нам прислал. Да, Павел, мы же тестируем, я же сказал, что как только мы убедимся, что это рабочая система и что, в общем-то, вам она удобна, нам она удобна, мы, безусловно, ее будем пользоваться в плохих новостях, я с вами согласен. Ворующие люки Обама нам пишут, были в Дмитриеве, знак вопроса, и собираетесь ли туда. В Дмитриеве мы мимо проезжали, я помню, причем я помню, что мы залезли на знак Дмитров, там такой большой знак, или я что-то путаю, или нет, Дмитров, точно это был Дмитров, приклеили туда наклейку. Я тут чуть не упал, причем там высота-то была очень даже нормальная, я думаю, что если бы я оттуда шлепнулся, то было бы неприятно, мягко говоря. Но я не упал. И у нас где-то даже фотографии, кстати, были, мы куда-то их выложили, поэтому в самом Дмитриеве мы не были, проезжали мимо, собираемся ли туда. В ближайшее время, наверное, нет. Извини, Обама, ворующие люки. У нас, к сожалению, пока мы заняты немножко другим. На 100 рублей можно вас троллить несколько часов этим донатом. Ваня Васильчиков. Ваня, на 1000 рублей. Ваня, любой каприз за твои деньги. Нам больно не становится от того, что ты будешь нас троллить, а твои деньги мы пустим на благие дела. Поэтому это может быть меркантильно там звучит, но мы же там, я не знаю, никакие-то непотребства тут за деньги совершаем. Да, от того, что ты напишешь, что у меня большие уши и пришлешь нам 300 рублей. Думаете, 300 рублей на благое дело потратим без доли иронии на благое. Поэтому, Ваня Васильчиков, пожалуйста, присылай нам оригинальные твои шутки про мои уши на 1000 рублей. Я буду слушать их. Моими большими ушами буду их слушать. Власти Москвы сообщили о росте тарифов на проезд в транспорт из 1 января. В среднем стоимость проезда в общественном транспорте с 1 января 2017 вырастет на 7,5%. Прекрасно. Стоимость взносов на капитальный ремонт в Москве вырастет на 13%. Замечательно. Почему не на 113? Почему не на 213? Это же так хорошо. Вот это люди, это самые главные революционеры в России. Власти Москвы и власти, я не знаю, любых других городов региональных. Самые главные революционеры. Спасибо вам за то, что вы делаете. Вы классные, серьезно. Вот без вас у нас бы ничего не получилось. Давайте больше. Нужно больше ада. На 113%. В 13 это мало. Валерия нас спрашивает. Сергей, когда борут флаги и гимн? По гимну, честно, пока сложно сказать. По флагам. Но давайте, честно скажем, у нас уже есть два таких варианта, которые мы нигде не объявляли, но они уже разошлись. Я потом покажу. Давайте по флагам в скором времени. Вас устроит такой ответ? Но у меня нет, к сожалению, другого ответа. В скором времени. У нас есть два варианта, которые уже прижились. То есть я понимаю, что, наверное, они уже и будут итоговыми. Осталось только, чтобы вы их приняли таковыми. Поэтому давайте подумаем, как это правильно сделать и сделаем. Обязательно. Бурты, флаги и гимны. Может быть, кстати, после Нового года будут длинные новогодние праздники. Вот этим займемся. Очень неплохо. Жители Копейска недовольны лысой елкой на центральной площади. Жители Копейска. Почему вы так не любите Россию? Почему? Кто вам? Вы Путина что ли? Так, это не жители Копейска, пардон. Так. А где у нас елка? Вот, жители Копейска. Вот вам поставили такую замечательную елку, а вы недовольны. Это же ужасно, жители Копейска. Вам должно быть стыдно. И вот эти люди, которые разжигают русофобию, вот эту русофобию. Я хочу им сказать, что не надо, покайтесь. Да, жители Копейска, покайтесь. Русофобию, вот эту русофобию. Так, вопрос какой-то там был. Сейчас, секунду. Добрый вечер. Скажите, почему Путин так ненавидит свой народ? За что он намстит? Виктор Романович нас спрашивает. Виктор Романович, Путин ненавидит свой народ. Во-первых, у него нет своего народа. Вы думаете, русский народ, который живет в Саратове, в Новосибирске, вы думаете, он его считает своим народом? Я даже не с точки зрения его национальности, хотя мы понимаем, какую это национальность. Дело не в этом, дело в его сопричастности. То есть, конечно, этот человек не олицетворяет себя, как русский народ, обычный народ, такой рабочий. Человек зарабатывает деньги, но не зарабатывает, ворует. И человек, конечно, психически больной, с огромным количеством комплексов, с огромным количеством психических отклонений. Поэтому он не то, что кому-то мстит. Это вопрос к психологам, к психиатрам, что его толкает на такие поступки. Что может толкать человека на то, чтобы он бомбил какие-то госпитали детские в Алеппо, убивал огромное количество людей. Я не знаю, вполне возможно, что он искренне считает, что он борется с мировым злом, с терроризмом, но, вы понимаете, это не делает его добродетелем, это не смягчает его вину. И если насильник считает, что жертве нравится то, что он с ней делает, это все-таки не смягчает его какую-то вину за то, что он насилует кого-то. Поэтому я не знаю, я не психолог, не психиатр, не личный там какой-то... не личный друг Путин, да, чтобы понимать, почему он и что делает. За сколько тебе мальцев пропишет лося? Не знаю. У нас тут такие вопросы не стоят. Но точно не за 11 рублей, которые вы прислали, Сайка. Да я думаю, не за какую сумму. Андрей написал, попробовал. Дошло, Андрей, 10 рублей. Спасибо. Мы, без обид, мы дальше будем повышать ставки. Ставки будут повышаться. Но на моей трансляции, наверное, мы оставим 10 рублей, чтобы каждый мог что-то написать, нам как-то помочь даже 10 рублями. А на трансляции Вячеславович, наверное, поставим полтинничек, чтобы как бы не жадничать, не жадничать. Губернатор Тверской области. Люди гибнут из-за хороших дорог. Вот такое замечательное заявление сделал губернатор Тверской области. А еще люди гибнут от хороших продуктов. А еще люди гибнут от хорошего отопления, от хорошей воды, которую пьют люди, от хороших зарплат. Вообще, ты знаешь, сколько людей? Вот все, кто получают хорошую зарплату, все умирают. Вот ты знаешь, как ты одного человека, который получал хорошую зарплату и не умер? Все умерли. То есть надо людям не платить зарплату. Вот вы спрашиваете, почему Путин такой негодяй? Вот он, наверное, такими градациями и мыслит. Так же, как губернатор Тверской области. Люди гибнут из-за хороших дорог. Хорошие дороги есть, люди умирают. Хороших дорог нет, люди умирают. Ну так зачем делать хорошие дороги, правильно, губернатор Тверской области? Ну губернатор Тверской области, наверное, летает на вертолете, на хорошем вертолете, предполагаю, да, не знаю, может и не летает, да, может там плавает на хорошей яхте, вот, и поэтому откуда вам знать, да, губернатор Тверской области, какие в Твери дороги? А вот кто не знает, 75% дорог Тверской области не отвечают установленным требованиям. Поэтому вот люди умирают, да. А если бы были плохие дороги, значит там люди умирают меньше. А вот если сделать там сейчас все дороги, вообще в Твери все вымрут. Поэтому спасибо губернатору Тверской области, что он, в общем-то, нас спасает, спасает нас, жителей Твери. Не очень понял, кому нужны твои уши. Я говорю о технической стороне. Старая байка о остановке по требованию за 10 рублей. Вот тебе 1000 рублей на 100 остановок через 5 метров. Ну так я говорю, мы будем, во-первых, повышать ставки. Это во-первых. Во-вторых, если вы хотите таким образом просто нас так затроллить, да. Но вы же все равно нам помогаете своим вот этим троллингом, да. Поэтому троллите, мы не против. Рептилоид нам пишет, добрый вечер, я являюсь верховным правителем планеты Нибиру. Сможем ли мы дружить нашими цивилизациями после 5-го, 11-го, 17-го? Рептилоид, вы понимаете, русский народ, он очень, он почему-то считает, что вы, значит, с этих подъездах. Вот вам надо к Бараку Обаме, я не знаю, на каком языке вы вообще понимаете меня. Вам надо к Бараку Обаме, вы с ним сможете дружить, а вот как-то люди-то наши вас почему-то не любят, я не знаю почему. Поэтому, рептилоид, извините, я к вам ничего не имею никаких претензий, а вот народец почему-то не любит вас. Так, сейчас поотвечаем еще. Всероссийский центр изучения общественного мнения «Овциом» провел исследование, результатами которым является то, что россияне считают интернет и видеоигры одной из самых серьезных угроз для молодежи. Да, то есть, ну опять же, молодежь подвергается угрозам, безусловно, да. Интернет есть, есть угрозы, нет интернета, угрозы все равно есть, но, в общем, это то же самое, что предыдущая история про, в общем-то, дороги, да, в Тверской области. То есть, вот, алкоголь и наркотические вещества 64% респондентов считают основной угрозой, конфликт молодых людей с родителями 62%, а вот негативное влияние интернета 77%. Во-первых, я не очень понял, это от каких цифр, это как так получается, что у них там 77%, 64% и 62%, это в смысле там 200% что ли они взяли за, как они считают, я не понял. Не понял, как они считают, но, в общем, надо в этом разобраться. А можно вообще не разбираться, можно просто положить болт на этот торцом и не париться. Вы, о, спасибо вам, Сергей, за программу, 250 рублей прислал Владимир Воронеж, спасибо вам, Владимир Воронеж, я вам сделаю такой спойлер, у нас в случае, если кто-то пришлет 500 рублей, целых 500 рублей, то, в общем-то, так, сейчас, одну секунду, вот, кто-нибудь обязательно пришлет, а я скажу, и не получится. Нет, все должно получиться. За 500 рублей вы увидите такую забавную вещь, вот, если кто-то пришлет, интересы ради, 500 или больше, то вы увидите забавную вещь. Это не хако, тут написали, значит, посольство Новой Зеландии, за сколько станцуешь хако на Красной площади. Я бы, кстати, с удовольствием станцевал хако, вот, не за сколько, не за какие деньги, а просто если будет настроение. Если будет повод, 5-го, 11-го, все будем танцевать хако. Прекрасный танец, это единственный танец, который мне нравится. На Урале школьники из-за компьютера попали в тюрьму, вот, видите, опять компьютер, вот, вина всех бед, это компьютеры, хорошие дороги, вот, надо, хороших дорог у нас уже нет, уже полбеды мы исправили, а вот теперь осталось только, значит, осталось только побороть этот компьютер, этот гребаный пиндоский аппарат, с помощью которых зомбируют наших детей, 17-летний подросток, который нанес смертельную травму своему однокласснику, в общем-то, попал в тюрьму. Это все из-за компьютера, конечно, из-за компьютера, из-за, значит, хороших дорог. То есть он сначала на хорошей дороге ехал к себе домой, зашел, значит, на какой-нибудь запрещенный сайт, на какую-нибудь артподготовку, вот, где там какой-то Мальцев, значит, да, агент пиндосов, ему что-то нассал в уши, и он, значит, забил до смерти своего товарища. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Гребаные пиндосы и рептилоиды. А вот Роскомнадзор заблокировал сам себя, наконец-то. Я несколько лет ждал эту новость, я, причем, впервые об этом сказал, когда еще в 12-м году, по-моему, когда Роскомнадзор появился, что это все придет к тому, что они рано или поздно заблокируют сами себя. Это просто неизбежно было. В общем-то, они потребовали от Мосгортсуда блокировки karaoke-бесплатно.ru, но по ошибке заблокировали собственный IP-адрес. Об этом сообщает Роскомсвобода. Хорошее название – Роскомсвобода. Замечательно. Ну, я так понимаю, они уже разблокировались, но это рано или поздно все равно. Это такая система, она будет поглощать сама себя, и вот эти чиновники, которые сейчас воруют у народа, потом будут воровать у себя, и это такое будет, как снежный ком. Все расти, расти, уровень абсурда и уровень, вот это больше ада, да, оно будет все больше и больше. Люди обижаются, что я не читаю чат. Я в конце обязательно буду читать чат, просто то, что вы присылаете на донат, вот, в общем-то, я читаю в первую очередь, а чат я обязательно буду читать. Это не значит, что мы теперь не будем отвечать на бесплатные вопросы. Все, мы продались, продались, нет. Это запись эфира. 20 Павел 08. Вот видите, как 20 Павел 08? Я читаю ваши мысли. Это запись эфира, а я ваши комментарии вижу. Значит, наверное, это не запись. Запись или прямой эфир? Я вообще ни разу в записи не выходил. Николай Третий. Николай Третий. Это не запись, это прямой эфир. Росгвардия намеренно потратит на телерекламу 13 миллионов рублей. Вот такая замечательная новость у нас пришла, ну, точнее, это ФГУП, охрана Росгвардии. И вот я посчитал, вот, знаете, это кто-то, это же, я не могу представить, что это делается случайно. То есть это кто-то специально так делает. Вот рептилоиды, наверное, которые нам пишут. Как вы думаете, вот здесь, значит, сообщается 13 миллионов рублей, хотят 120 рекламных роликов. Я нашел этот заказ на госзакупках. Во-первых, его будут крутить на телеканале НТВ. Тот, кто придумал рекламировать Росгвардию на телеканале НТВ, где сидят реальные пацанчики и смотрят фильмы про авторитетов, да, это, наверное, не очень умные люди, которые придумали там рекламу Росгвардии крутить. Как вы думаете, дорогие друзья, вот вопрос вам всем в бесплатный чат. Сколько стоит одна секунда, одна секунда рекламного ролика про Росгвардию? Вот я вам сразу скажу, что это такая магическая сумма. Я говорю, это случайно, это невозможно сделать. Так, пока донаты. Вы пока, значит, ответьте, я сейчас почитаю вас. Зигмунд спрашивает, будем ли объединяться с Навальным? Сложный вопрос, это к Вячеславу Вячеславовичу вопрос. У меня есть свое мнение по этому поводу, давайте в конце об этом расскажу. Хорошая идея, Алексей Киров нам говорит, можно три раза в неделю по 50 или по 100. Очень удобно, видите, хорошо, значит, вам удобно, значит, уже не зря мы все это делаем. Владимир Воронеж опять пишет, это хорошо, в смысле, опять. По возможности не употребляйте слово народец, честно говоря, режет слух и унижает такой термин. А я, кстати, даже не заметил, что я сказал народец. Ну, наверное, я в шутку, вот что-то про Обаму там говорю. Во, люди пишут, я, пардон, отвлекся. Абсолютно вы правы, вот многие оказались правы. Цена одной секунды 6666 рублей, и вот там дальше 666666 после запятой идет, и вот в конце семерка. То есть сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. В общем, несколько десятков шестерок и в конце семерка. То есть больше 6666 рублей стоит одна секунда рекламного ролика про Росгвардию. Вот такая замечательная новость. О, Павел нам прислал, Павел, Павел, стойте, стойте. Павел нам прислал 555 рублей, спасибо, Павел. И наверняка вы видели забавную вещь. Обамка вылез, все, вы видели, хорошо. Все, Павел, за 555 рублей вы получили статус официального партнера подготовки. Вот, то есть теперь вы можете гордо называть себя Обамой без преувеличения. То есть мы уже говорим, что люди, которые нам присылают деньги, это наши Обамы. Вот, вот Павел за 555 рублей, это наша Обама. А вот Сергей З написал привет и отправил нам 1000 рублей. Сергей З, вы, в общем-то, относитесь теперь тоже к этой группе Обама, все правильно. Так, я не ожидал, если честно. Я думал, что кто-нибудь по 10 рублей будет кидать. Да, все, я теперь могу раскидывать деньгами. Давайте я про деньги в конце поговорю. Я что-то сегодня шучу много, а, наверное, это не совсем правильно. Я, по-моему, соскучился просто. Минутка лирики. Я, по-моему, соскучился, я неделю с вами не разговаривал. А может, это и правильно, что я шучу. Ну, бывшая, не смешно, шучу. Бывшая алтайская ссыльная попросила у Деда Мороза немного еды. Вот это точно над чем не стоит смеяться. 90-летняя жительница Алматы, Тамара, написала письмо Деду Морозу. И, в общем-то, снимок этот попал в соцсети. Множество откликов получил, да, то есть бабушка попросила еды, потому что ей просто банально нечего кушать. Сказала, что мясо она не ела уже много лет. И я связался, связался с людьми на Алтай, нашими соратниками. Спасибо вам, что дали информацию. Тут же, как эта информация появилась, только вчера она появилась в интернете. Сразу же нашлись люди, которые взяли на полный патронтаж. То есть не просто вот единоразово принесли какую-то там порцию еды, да. Я так понимаю, что они будут ей помогать ежемесячно. И я попросил наших людей на Алтае, если вдруг эти ресурсы исчезнут, да, то есть будут исчерпаны, если люди перестанут помогать, то обязательно тогда нам сообщите. Мы будем вот так же на донаты не мне там куда-то, не арт-подготовке, а вот этой бабушке. Вот вы спрашиваете, куда мы будем деньги девать. Вот этой бабушке будем отправлять, без шуток, да. Я сейчас не шучу нисколько. Вот. Поэтому сейчас этот вопрос решен. Спасибо информационному миру. Да, вот говорят, что это все бессмысленно. Это не бессмысленно. Вот, пожалуйста, люди нашлись, которые каждый месяц в Борт теперь ей помогать. Это же замечательно. Ну, я имею в виду, каждый месяц там какую-то серьезную сумму денег в Борт пересылать. Спасибо. Давно было пора донат завести. 5,11,17. Роман 100 рублей. Спасибо. Ненавижу дом 2 за 30 рублей от Сергея. Наталья Владимировна без комментариев. 10 рублей нам прислали. Спасибо, Наталья Владимировна. Мы увидели. За любую вашу копейку спасибо. Энергетики Читы хотят взыскать упущенную выгоду 40 тысяч рублей с дома Сергея Днепровского, который сделал свой дом полностью энергонезависимым. Крупная, давайте я отвлекусь от донатов, крупная серьезная тема. Люди спрашивают, как я отношусь вообще вот к этому, к этой набирающей популярность, да, теме того, что, в общем-то, энергонезависимые дома, эко-поселения всевозможные и так далее. Ну, естественно, как я к этому отношусь? Отношусь я к этому плохо в условиях путинской России, потому что те, кто считают, что они смогут как-то себя отгородить вот от этой путинской системы, то есть это определенная позиция слабых, вот как мне кажется. Я не хочу никого обидеть, я уверен, что есть люди, которые как бы серьезно к этому относятся, да, вот я просто с людьми, которых я периодически встречаю, которые говорят о том, что зачем нам вообще заниматься политикой, вот мы поставим себе там какой-то генератор, ветряк, и, в общем-то, будем независимыми, да, и нам вообще пофиг, там, Путин или не Путин. Но, конечно, это не пофиг, конечно, вы платите все те же налоги, причем даже если вы покупаете, я не знаю, что угодно, какое-то молоко, там, вы там, производите, допустим, да, что-то там, зерно вы покупаете, чтобы кормить корову, все равно вы платите эти гребаные налоги, да, все равно вы зависимы. Я пока очень далек от мысли, что можно быть абсолютно независимым в 21 веке, очень далек от этой мысли, да, плюс это оформление земель всевозможных и так далее. Вот тут ситуация с Читой, да, Сергей Днепропетровский, 40 тысяч рублей у него взыскали, то есть ситуация какая, вот я прям зачитаю полностью. Инженер по образованию Сергей построил в 2014 году дом и сделал жилье полностью автономным. Воду он берет из скважины, отапливает дом дровами, электричество хозяин получает из воздуха, то есть тот самый ветряк, да, на крыше у него стоит солнце, панель, солнечная панель, а во дворе ветряная энергостанция. На экстренные случаи есть бензогенератор, всего этого хватает для удовлетворения потребностей в электричестве. В прошлом году к Сергею явились инспекторы по взысканию задолженности и предъявили требование платить 280 тысяч рублей за потребленную электроэнергию, да, то есть, ну это, кто если не понимает, это по тарифу, да, то есть не по счетчику, а по тарифу. То есть человек подписал когда-то договор или не подписал, или это где-то фальшивые какие-то документы, и он там каждый месяц должен платить какую-то сумму. Он ее не платит, к нему приходят и говорят, вот сумма, которую ты должен предъявить. То есть он может не использовать электроэнергию, но он должен платить. Вот парадоксальная ситуация. Это называется по тарифу. Есть по счетчику, а есть по тарифу. По счетчику, вот если вы используете, значит платите, не используете, не платите. В ответ хозяин дома предъявил непрошенным гостям свой, в общем-то, дом для осмотра и доказал, что к городским сетям не подключен. После этого ко мне каждую неделю ездили, искали подземный кабель, который я якобы проложил нелегально. Мне так и говорили, ты энергетик по специальности, для тебя это расплюнуть. Все равно найдем, лучше отдай долги. Или поставь счетчик и живи спокойно, мы от тебя не отстанем. Наконец Сергей был вынужден заказать независимую экспертизу, который окончательно установил, что к городским сетям дом не подключен. Но на какое-то время от него отстали, а через месяц он получил новое требование, на сей раз об уплате 40 тысяч рублей. И теперь продавец электроэнергии требует возместить ему упущенную выгоду. В ведомстве Сергея объяснили, что при проектировании линий и расчете мощности энергетики предполагали, что тот участок, где находится дом Сергея, планировался под подключение и потребление энергии. А раз этого не случилось, извольте возместить им затраты. Я, честно говоря, работал в сфере ЖКХ, но с таким никогда не сталкивался. Я думаю, что вообще в России мало кто сталкивался. Не могу сказать, насколько это с юридической точки зрения вообще законно или нет. Но этот человек, опять же, относится к юрисдикции российских судов. То есть вот, опять-таки, показатель того, что нельзя в России жить даже в автономном доме и, в общем-то, не попадать под вот эти путинские всевозможные ухищрения. То есть к нему пришли вот эти энергоснабжающие организации требовать от него деньги. И, в общем-то, совершенно незаконно. Хотя бы, скажем так, совершенно неправильно с человеческой точки зрения. Он ничего не потребляет, а с него требуют деньги. Он пойдет в путинский суд, где ему, в общем-то, вынесут всем нам понятное решение. Поэтому это бред, вот пишут. Я согласен, это бред. Но давайте уже закончим с этим Путиным, с этим режимом. И будем жить в энергоэффективных домах, в полностью автономных домах, в экопоселениях. Где как кто хочет. Вот давайте только закончим с этим гребаным режимом. И все будет хорошо. Обамка вылез. А почему? И мне спойлер, Дмитрий, за 500 рублей. Дмитрий, привет вам. Спасибо, что вы нам прислали 500 рублей. Вы тоже теперь почетный Обама. Третий, третий в списке почетных Обам. А вот, кстати, Павел, который 550 прислал. Теперь у вас есть партбилет за номером 0001, как у Ленина. То есть вы первый Обама артподготовки. Это же круто. Это вы можете гордиться этим. В Свердловской области мужчина убил соседа из-за места на парковке. Продолжаются всевозможные глупые убийства. Почему? Ну, потому что, во-первых, человек пьет. То есть он был в нетрезвом состоянии. Во-вторых, это социальная напряженность. Безусловно, люди не получают зарплату. Люди не едят нормальных продуктов. Люди имеют огромное количество долгов. Люди стоят в огромных пробках. Я не знаю, что еще. Люди смотрят российское телевидение и что угодно другое. И в итоге, в общем-то, получается так, что они срываются на близких. На родственниках, на друзьях, на соседях, на незнакомых людях на улице. И это будет продолжаться. И если кто-то в это не верит, посмотрите сводки преступности в России. В разные промежутки политические вехи, да, скажем так. И не только в России, в других странах, посмотрите. Как за один год, там, на больше, чем на 50% снижается преступность. После того, как меняется власть в той или иной стране. На 50%, да. Или там повышается какой-то налог, там, я не знаю, на недвижимость. Вот как налог на недвижимость может влиять на человека, который вышел и кого-то зарезал. Налог повышается, количество преступлений растет. Налог понижается, количество преступлений падает. Поэтому это не наши выдумки. Вот говорят, что мы тут выдумки какие-то рассказываем. Это практика, это статистика. Цифры. Цифры не обманешь. Ну, обманешь, но это сложно. Тролли собирают на донаты. Хорошо. Тролли. Я ожидал вас в большем количестве. Почему еще никто за 10 рублей не пошутил как-нибудь остроумно? Жалко, видишь, за 10 рублей уже шутить жалко. Им шутить бесплатно надо. Теперь, видишь, в Ольгина надо бюджет расширять. Как же? Чтобы, в общем-то, все видели их искрометные шутки. Ольгина, спонсируйте нас. Мы не против. А вот у строящегося стадиона «Зенит-арена» в Петербурге появилась собственная икона. Это замечательно. Но теперь мы можем, в общем-то... Во-первых, мне нравится, что добавляет собака. Собака в кавычках, то есть в тексте написано таким образом, добавляет собака. Стадион, видимо, хотят защитить от новых неприятных происшествий. Это было несколько дней назад, и, в общем-то, не спасло, не помогло, да? Для спасения затопленного стадиона «Зенит-арена» пришлось подключать водоканал. То есть сразу после того, прям через день, после того, как повесили икону... Кстати, давайте уточним, что это за икона. Может быть, кому-то это важно. Это икона Богоматери Державная. Сразу через пару дней после этого, буквально на следующий день, нулевой ярус стадиона затопило из-за сбоя в системе пожаротушения. И вот почему-то икона не помогла, помог водоканал, который приехал и, в общем-то, откачивал воду, да? Я так понимаю, что стадион «Зенит-арена» хотели сдать в декабре 2016 года. То есть вот со дня на день, в середине декабря, да? Но как-то вот мы видим 15 декабря, и я пока не вижу. Я не исключаю, что завтра они сдадут этот стадион, как произошло с космодромом «Восточный», да? Запустили оттуда ракету. Вообще поле такое, голое поле, запустили оттуда ракету, и все. И сказали, ну, мы еще 20 лет будем строить. Поэтому я не удивлюсь, если они сейчас торжественно откроют стадион под определенным ракурсом, его пофотографируют, да, под необходимым ракурсом, и еще 10 лет его будут строить. Поэтому, кстати, да, вот хорошо, что мы вспомнили. Сейчас я поотвечаю на ваши вопросы. И напоминаю о том, что у нас идет голосование. Голосование в группе периферийного зрения, ссылка есть в описании. Обязательно заходите, оставляйте свое мнение. Сегодняшнее голосование посвящено тому, как вы относитесь к отмене, потенциальной отмене Чемпионата мира по футболу, гипотетической, скажем так, отмене в России в 2018 году. Как вы к этому относитесь? Есть разные варианты ответов, которые вы можете, в общем-то, использовать. Свои развернутые комментарии оставляйте обязательно в комментариях под опросом ВКонтакте. Так, вопросы. У Мальцева на трансляции вопросы можно сделать по 50, а на вопросы за 10-50 можно и не отвечать. Это не совсем правильно. Люди нам присылают деньги, нужно отвечать на любые вопросы, если мы все-таки за деньги, да, на них отвечаем. Опять же, не за деньги отвечаем. Ладно, я в конце, давайте скажу более конкретно по этому, да. Про 50 рублей согласен, Уман это написал. Сергей Екатеринбург вместо пивка лучше на арту 500 рублей нам прислал. Сергей, во-первых, вы стали почетным Обамой, я вас поздравляю. Это во-первых. А во-вторых, уж точно лучше, чем на пивко. Это я прям уверен в этом, да, поэтому, видите, вы... Арт-подготовка еще и здоровью помогает. Это же замечательно. Вообще, надо как-то... Я сейчас, давайте, в конце об этом скажу, ладно. Глобальная тема сегодня такой сумбур из донатов. Я честно скажу, я не ожидал. Я думал, что, может быть, 5-10 человек нам пришлют по 10 рублей. Люди кидают по 500, по 1000. Это же очень хорошо. Спасибо. Короче, канал стал платным, так скажите. Да причем бесплатно. Вот Николай Третий, я бесплатно вас прочитал. Я же сказал, мы будем в конце отвечать на чат, общий чат. Это мы упрощаем нашим зрителям возможность нам помогать. Что значит платным? Вы же смотрите нас бесплатно, правильно? Я ответил на вашу реплику бесплатно. Ничего не стало платным. Люди раньше нам присылали деньги. Вот это Сергей из Екатеринбурга. Он наверняка и раньше нам прислал 500 рублей. Просто сейчас это стало делать проще. Мы ему упростили эту задачу. Вот и все. Так, под Санкт-Петербургом, под угрозой срыва, оказалось строительство высокоскоростной платной федеральной трассы М-11, Москва-Петербург, которая должна была открыться к чемпионату мира по 2018 году. Все то же самое. Нужно что сделать? Правильно. Поставить там икону. Ну, там дорога, там нужно много икон поставить. И все будет хорошо тогда, да. Но все хорошо. То есть надо расслабиться. Жители Санкт-Петербурга и Москвы. У нас не будет трассы М-11. Расслабьтесь. Но зато мы будем долго жить, потому что губернатор Тверской области, мы же помним, сказал, что хорошие дороги, они сокращают жизнь. Поэтому дороги нет, мы будем жить вечно. Вот судя по тому, что в России мы будем жить вечно. Так, сейчас я... Министр образования РФ Ольга Васильева. Замечательная женщина. Она мне сразу почему-то понравилась. Предложила сократить затраты на образование на 20% Ольга. Вы 100 дней на посту. Сегодня. Сегодня 100 дней. Поздравляем Ольгу Васильеву. И уже предлагаете урезать на 20% со 113 до 89 миллиардов рублей спонсирование образования. Ну почему на 20% Ольга? Ну давайте на 120. Это же замечательно. Давайте вообще не тратить на единого рубля на образование. Это же хорошо. Вы главным революционером будете, Ольга Васильева. Вы мне сразу понравились. Продолжайте в том же духе. Я всеми руками и ногами за вас. Ура. Да, и вот тут пишут, что будет гарантировано только 70% поклада учителям, 30% в качестве различных надбавок. Замечательно. Не нужно вообще ничего гарантировать учителям. Ничего не платите. Ни учителям, ни врачам. И завтра не будет вашего Путина, Ольга, а вас мы как-нибудь поощрим, там, теплый ватник вам дадим где-нибудь там на Индегирке и Колыме, да? Самый теплый. У вас будет самый теплый ватник из всех министров. Это же очень хорошо. Вы такая молодец. Я даже нисколько не организирую. Скидывайте нам на ватник для Ольги Васильевой. По 10 рублей. Будет очень хорошо. В Новосибирском юридическом институте вместо занятий по муниципальному и трудовому праву студентам организовали лекции о патриотизме, вере в президента, духовном наследии и смуте на Украине. Лекцию, как бы вы думали, ввел кто абсолютно верный священник. Но это очень хорошо. То есть, опять же, людям не надо зарплаты платить. Зарплаты, мы помним, все, мы учли урок. Зарплаты приводят к тому, что люди умирают. Вот вера в президента не приводит к тому, что люди умирают, патриотизм, он укрепляет, все хорошо. Поэтому не надо юристам знать муниципальное трудовое право, а то же они же потом устроятся куда-то, им не будут платить деньги. И они будут что-то требовать, потому что их научили что-то требовать. А если их научили патриотизму и вере в президента, им не надо ничего требовать. Они будут в лучшем случае кричать, Путин, помоги, это в лучшем случае. А если вдруг им что-то там покажется неправильным, их еще и научили про смуту в Украине. Там же тоже студенты требовали чего-то в первое время, да, поэтому все хорошо, идем верным курсом. На обновленном за 5 миллионов рублей ДК в Кирове повесили табличку. Табличка замечательная, я вам ее покажу. Выглядит она вот так. Фонд кино, здесь Министерство культуры Российской Федерации. И вот, значит, читаем внимательно, сейчас я даже специально отключу наши прекрасные счетчики, чтобы вам было проще читать. Модернизация кинозала проведена при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Но тот, кто это читал, он даже не то, что неграмотный, это ладно, это может быть даже и простительно, но невнимательный. Потому что, вот еще раз покажу, сверху написано Министерство, они же Министерство. То есть, ну вот такая у нас культура, да, вот это очень показательно. Какая в России культура? Министерство занимается культурой в России. Будет ли борода бабки собирать? Давайте подумаем на эту тему. Давайте про бабки я чуть позже поговорю. Вот замечательная новость. Сразу вот читаешь, на душе приятно. В Костроме анонсировали запуск котлеты в стратосферу. В Костроме вот занимаются правильными вещами. Значит, еще раз, усвоенный урок повторяем сегодня. Дороги это плохо, зарплата это плохо, любовь к Путину это хорошо, а, значит, запуск котлет в стратосферу это вообще замечательно. Вот никто же не умер, когда запустили котлет в стратосферу, правильно? Значит, все хорошо, значит, не нужно напрягаться, да. Значит, наши друзья из Костромы, я знаю, что вы нас смотрите. Пожалуйста, пришлите нам репортажи запуска котлетов в стратосферу, это же замечательно. Приведущий донат и вопрос пропустил, а Путин вор. Интеграл времени нам написал. Интеграл времени. Я если что-то пропустил, вы меня поправляйте, прям по рукам меня бейте, скажите, что я вот прислал, а ты не ответил. Я обязательно отвечу. Путин вор, конечно. Александр нам прислал пробный за 10 рублей. Александр, мы получили. Вы его сейчас увидите через несколько секунд, потому что задержка небольшая. Серега, расскажи про Ивана, отпустили ли его. У Ивана Белецкого, если у Белецкого был суд, еще несколько дней назад, да, ему дали сутки административного ареста, который он заочно уже провел в отделении полиции. То есть, если кто-то не знает, вас задерживают, помещают в КПЗ, вы там сидите сутки, вас привозят в суд, говорят, сутки административного ареста, а вы их уже как бы испытали, да, уже провели в отделении полиции. Поэтому дали сутки и тут же, в общем-то, отправили из зала суда на свободу. Легализовали таким образом незаконный приговор в отношении Белецкого, конечно, безусловно. Ну, хотя бы спасибо, что не 15 суток. Вот в России можно радоваться только тому, что, в общем-то, не убили там, не застрелили, не посадили на 150 лет за, в общем-то, за то, что ничего незаконного не делал, да. То есть, мы начинаем радоваться тому, что незаконные судебные решения хотя бы не такие, не катастрофичные, да. Мы уже начали этому радоваться. Так, давайте по последней новости. Член партии «Единая Россия» предложил оттопить крымских депутатов в Черном море замечательно. И на нее, конечно, никто не возбудит 282-ю статью. Вообще, да, это последняя, кстати, новость, я тебе сказал. Вообще, крымские татары, вот я предлагаю, я знаю, что там есть большое количество людей, большое количество авторитетных людей. Я вам предлагаю, это просто мое мнение, да, заняться чем? Заняться сбором документов, заняться сбором для себя, еще раз, да, информации о геноциде крымских татар, как народа. Потому что, безусловно, путинская власть устроила самый настоящий геноцид крымско-татарского народа. Мы это видим и в виде запрещения всевозможных организаций крымско-татарских, да. Мы это видим и вот такими, в общем-то, заявлениями всевозможных депутатов от «Единых Россий», да. То есть человек прямо заявляет, что он хочет топить не просто депутатов, а крымско-татарских депутатов. То есть если я сейчас заявлю, что я хочу топить евреев, то меня привлекут по 282-й статье. А если член партии говорит, что хочет топить крымско-татарских депутатов по их национальному признаку, да, то ей, в общем-то, ничего не происходит. Поэтому я вам советую, в общем-то, без шуток начать сбор информации о геноциде крымско-татарского народа путинской власти. Это в дальнейшем очень вам пригодится, я в этом уверен. Олег прислал 200 рублей, спасибо, Олег, без комментариев. Напишите нам комментарии, не скромничайте. Так, ну что, с новостями у нас сегодня закончили. Я прошу прощения, что у нас так сегодня как-то скомкано, да, то есть одновременно я и на вопросы ваши отвечаю, и на донаты, и на чат, и на новости читаю, и все это делаю одновременно. Давайте последние 10 минут я поотвечаю на бесплатный чат. Давайте по деньгам, во-первых. Все скажем по деньгам. Вот сейчас вы скидываете деньги на мою программу, да, на моей программе во время моей программы. То есть вы скинули уже достаточно большие средства. Вот сейчас после эфира я делаю скриншот той суммы, которую вы прислали. Я, кстати, сам еще не знаю, тут по 10 рублей, по 500, по тысяче кидали. Не знаю, какая это сумма. Я делаю скриншот, и давайте через какой-то промежуток времени, когда наберется какая-то серьезная сумма денег, я озвучу, на что я хочу потратить эту сумму денег. То есть я, мы с вами заработали эту сумму денег, вы нам ее прислали. И я совершенно серьезно, без шуток, как бы озвучу, да, на что это, предложу вам, нам вместе, да, то есть это наш с вами общак, вот я нам с вами предложу эти деньги на что-то потратить. Это я, как бы, к вопросу о том, что мы там, что-то там, какой-то платный канал делаем или что-то еще. Я думаю, что платный канал, это может быть и неплохо, если эти деньги будут идти на серьезные, как бы на серьезные дела, да, на правильные вещи, на помощь каким-то инвалидам, на помощь пенсионерам, вот этим, которые Деду Морозу пишут, чтобы покушать нормально, да, как бы, если вы меня, там, увеличите в том, что я как-то эти деньги куда-то неправильно трачу, там, на пивко, но на пивко я их точно не буду тратить, ну, вот, то, как бы, это будет серьезное пределы, это точно. Поэтому сейчас я заканчиваю трансляцию, делаю скриншот, выкладываю в группе ВКонтакте, пишу, за сегодня мы собрали вот такую сумму денег с моей программы, да, эту сумму денег, следовательно, там, в субботу у нас будет следующий эфир, плюсуем и видим, как она растет и копится, потом мы ее на что-то совместными усилиями тратим, да. Решаем, принимаем решение. Так, задавайте вопросы, пожалуйста, в чате, я на них с удовольствием поотвечаю. Сергей выразил свое мнение о Навальном. Хорошо, отношусь к Навальному, безусловно, его демонизируют, безусловно. Навальный еврей, Навальный агент Кремля, Навальный идет в президенты, а значит, он друг Путина, значит, ему там все разрешили, но я, может быть, в это бы и верил, если бы я не видел, что так говорят про абсолютно всех, про абсолютно всех, про Мальцева также говорят, про Камикадзе также говорят, про Белова, которого уже посадили, также говорят, про Демушкина также говорят, поэтому я хорошо отношусь к Навальному, я вижу, что он делает, он делает реальные дела, и, безусловно, это такая серьезная сила, с которой надо считаться. Сергей, не ведитесь на мудаков. Да мудаки-то, вы понимаете, есть такие мудаки интересные, с ними так приятно пообщаться, а есть такие скучные мудаки, вот один мудак про уши уже ему 30 раз написал, но вот это уже хоть кому-то это смешно, мне кажется, уже никому не смешно, даже мне. Мудак, я не вижу, как тебя зовут, ты через каждые 3 секунды пишешь про мои уши, мне 21 год, я 21 год живу со своими ушами, представляешь, я привык уже, ты не выведешь меня шутками про уши из себя, насколько бы они оригинальны не были, так кому же они еще и не оригинальны? Сережа, где обещанные гости? Сулакшин, Жуковский и так далее. С Сулакшином обязательно настроим эфир на следующей неделе, вы, наверное, заметили, что Вячеслав Вячеславович немножко приболел, да, поэтому на этой неделе не получилось. У нас на следующей неделе, спойлер вам, будет, значит, польский журналист Томаш, да, который уже был на следующей неделе, также мы договорились. Плюс нас пригласили на телеканал Саратовский на следующей неделе, в понедельник мы там будем. Видите, как сколько разного, много всего интересного. По Жуковскому вопрос не ко мне, вопрос к Жуковскому. Мы же сказали, что Жуковского мы рады видеть в любое время, он почему-то как-то пока не спешит к нам. Мы, мы все, вот мы на одном месте, приезжайте, Жуковский, Владимир, приезжай. Владимир же его зовут, да, я могу ошибаться. Серега, не грусти мы с тобой. А кто грустит, вы шутите? По-моему, я сегодня, наоборот, как-то слишком балбесничаю, так, какие-то шутки, прибаутки. Как относитесь к Сулакшину, канал Аксиома, за 511 рублей, Сергей З. Сергей, ну про Обаму вы поняли. К Сулакшину я, если честно, не являюсь прямо знатоком его политической карьеры, да, его видео, видел несколько, не очень много. Человек борется с этой системой, как я могу относиться к нему, конечно, положительно. Он немножко критикует Вячеслава Вячеславовича, а иногда не критикует, то есть у него такая плавающая позиция, поэтому я считаю его серьезным человеком, как минимум, как минимум серьезным, приличным человеком. Вот на том уровне, на котором я его знаю, он, мне кажется, таким. Возможно, если я его буду там изучать дальше, я скажу, что Сулакшин самый лучший или наоборот, да. На том уровне, на котором я знаю, мне кажется, он приличным, серьезным человеком, с которым нужно сотрудничать и вести диалог. серега ты не утины кандалаки учился говорить многие критикуют за то что я быстро говорю вы знаете если я буду говорить медленнее значит я буду медленнее думать а если я буду медленнее думать что я буду только у меня будет зависать у меня начнут течь слюни я не знаю там выпадать глаза я не могу медленно думать догоняю свою мысль она бежит еще быстрее я говорю еще быстрее и И поверьте, я стараюсь говорить медленнее, обычно я говорю еще быстрее. Это нормально, вы привыкнете через пару лет. Серега, когда по регионам поедете? Прямо по регионам полноценно, не могу пока сказать. Есть несколько ключевых городов, в которые хотелось бы заехать. Это Нижний Новгород, это Казань, это Новосибирск. Может быть, даже Новосибирск на первом месте может быть в этом списке. Когда поедем? После Нового года? Когда после Нового года? Пока не знаю. Евгений, без вопросов, нам прислал 70 рублей. Без ответов, Евгений, спасибо вам. Верховного ящера не смотрю, не знаю, что это. Шутка, наверное, какая-то. Если Сергей будет медленно думать, то он уснет. Может быть. Не, просто у меня голова взорвется, я не усну. Как создать местный штаб хунтистов? Есть домик в Мытищах, своя качалка, проводим тренировки для своих, ждем тебя в гости. Да, с удовольствием я приеду. Серьезно, без шуток, а почему нет? В Мытищах, правда, далековато вы от нас. Приезжайте, или вы к нам, мы с вами пообщаемся, либо я к вам приеду с удовольствием. Перископчик включу, скажу, вот наши ребята проводят тренировки. Но если вы это делаете открыто, да, с удовольствием, почему нет? Давай рыбчим. Я не негр, у меня нет золотой цепи такой большой. Ладно, это стереотип, я шучу. Сережа, привет, как мне дозвониться до вас на ваш телефон? Я могу попасть в беду, я буду звонить в Финляндии. Желательно на Viber, пожалуйста. Просто не понял Виталий от женского имени. Не суть. Не знаю просто, как обратиться к вам. Вот автор сия сообщения, звоните. У нас есть Viber на этом номере. Звоните. Расскажите, что произошло. Или я не знаю, или отставьте где-то на почту, нам пришлите свои координаты в Viber, и мы вас добавим, и сами позвоним. Можете прямо на мою почту, арт-зрение написать, я пойму. Серега, с наступающим тебя, Славя, привет. С наступающим всех две недели до Нового года. Ну, как, я не знаю, как у вас новогоднее настроение. Вот, у кого-то снимут колеса. Видите, кто-то ругается на фоне. У кого-то снимут колеса. Сколько Путин пообещал Навальному за неприкосновенность? Ну, примерно. Я уверен, что ничего ему не обещал. И я уверен, что то, о чем сказал Навальный, я даже понимаю, и я даже поддерживаю. То, о чем сказал Навальный. Сергей вопрос нам задал на донате. Да, после 5-го 11-го 17-го вы поменяете флаг на царский. Сергей, ну, наверное, нет. Потому что, вообще, какие-то измены назад. Я, может быть, хорошо отношусь к царскому флагу. И, ну, понимаете, вперед нужно идти. Не нужно идти назад. Не нужно топтаться на месте. Уж тем более тянуть Россию куда-то назад. Ни царских флагов, ни советских уже, наверное, не будет. Брут новые. Но это примет решение народ. Я не знаю, может быть, народ скажет, царский флаг хотим. Но почему-то, мне кажется, что нет. Приедешь, Сережа, в Мытищи, а там банда нодовцев-негодяев. Но тут слово другое. Да я тогда еще больше хочу ехать в Мытищи. Вот я до этого еще сомневался. А теперь обязательно хочу. Сережа, вы Крым отдадите. Я не забирал Крым. Сережа не забирал Крым. Что значит Сережа? Сережа ничего не решает. Сережа журналист в лучшем случае. Посмотрим. Если вы интересуетесь моим мнением, то нужно просто привести... Ну, это долгий разговор. Ладно, давайте про Крым я обязательно как-нибудь расскажу отдельно. Приятность Питера. Приятность Питера. Хотим знать твои планы, с чем хочешь связать свою жизнь после 5-го, 11-го, 11-го, 11-го. Я хочу, чтобы вы больше никогда обо мне не услышали. Ну и живым остаться желательно. Будет неплохо. Да? Неплохо будет? Нет. Куда прислать деньги, скажи еще раз. Вот сейчас вы смотрите нашу трансляцию на YouTube. Вы прокручиваете колесиком. Вот этим колесиком. Прокручиваете вниз. Там есть текст под трансляцией. Первая ссылка. Там написано задать вопрос непосредственно в эфир или как-то так. И помочь финансово. Там есть ссылка. Вы переходите по этой ссылке. Открывается отдельное окошечко. Там вы можете задать свой вопрос. Заполнить формочку. Она очень простая, прямо на коленке сделанная. Нажимаете задать вопрос. Выбираете с помощью какого вида вы готовы оплатить вопрос. Если вы имеете ввиду помощь финансовую. И значит денежки нам приходят. Ваш вопрос появляется. Я на него отвечаю. Все счастливы и довольны? 20-11. Давайте последние пару вопросов. Серега, ты в первую очередь человек, а не журналист. А журналисты не люди что ли? Серега видел тебя на митинге. Ты порядочный. Про митинг. Я забыл рассказать, как я выгнал людей с митинга. Вы что? А то неделя уже прошла. Об этом все забыли. А люди же писали и возмущались. И говорили, как же так? Серега, кого ты выгнал на митинге? Объясняю, кого я выгнал на митинге и почему. Был у нас митинг. Не буду долго разглагольствовать. Был определенный перечень выступающих. Это люди, которые, в общем-то, публичные лица. Это Вячеслав Мальцев, это Юрий Горский, это Белевский, который так и не дошел. К сожалению, до митинга был задержан. Это Хуторской, который пришел. Ну и так далее. Это какие-то публичные лица, которых людям интересно послушать. И плюс мы дали такое понятие, как свободный микрофон. Открытый микрофон. И, наверное, это была ошибка. Ошибка, потому что у нас было запланировано три выступающих по принципу свободного микрофона. И людей, желающих, оказалось намного больше. И когда я уже увидел, что люди реально замерзают, я был ведущим, я увидел, что начались вот эти вот уже перемещения в сторону выхода, то есть народец начал замерзать. А нам еще нужно зачитать резолюцию мероприятия. И последнее слово, крайнее слово Вячеслава 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 Вячеславовича в конце мероприятия. Я понял, что, наверное, нужно сокращать список выступающих. И получилось, что там была группа людей из пяти или шести человек, да, которые хотели выступить. И я понял, что либо не давать слово никому из этих пяти-шести человек, и это честно, и на этом заканчивать. Либо давать слово всем пяти-шести, да. То есть было бы неправильно, если бы я сказал, вот у тебя там красивые глаза, ты идешь и выступаешь. Все к этому отнеслись нормально. То есть люди поняли, что да, холодно, да, ограничено время и так далее. Кроме одной группы людей, да, это возрастные люди, которые очень хотели выступить, но, к сожалению, мы просто не успели дать им слово. И почему-то эти люди посчитали, что это я принял такое решение, что я им специально не дал слова. Но вот к этим женщинам я обращаюсь, если вы нас смотрите, приходите, пожалуйста, в Лохино. Я вам дам хоть полтора часа всего эфира, вообще слова вам не скажу, вот вы сядете за эту камеру, я только вопросы какие-нибудь буду наводящие задавать, или вы сядете туда, как вам угодно. И мы с вами пообщаемся с удовольствием. Вы расскажете о своей проблеме, я так понимаю, что она серьезная, и мы... А, народец, я опять сказал народец. Слушай, я даже ни разу не замечаю, что я говорю народец, простите, народ. Народ, люди, граждане, товарищи, ура. Простите, я ни в коем случае не как-то с презрением об этом говорю, я даже не замечаю слово народец, употребляю. Пойду ли я баллотируюся в президенты, никогда в жизни. Хунтист нам прислал 10 рублей, сделай, пожалуйста, подписку на электронную рассылку, чтобы новости о ваших передачах не пропустить. По скрипту очень жду в Новосибирске. Хунтист, надеюсь, увидимся с вами в Новосибирске, про подписку думали об этом. Завтра расскажу, там еще будут определенные нововведения завтра. Не завтра, когда у нас следующий эфир, в субботу. В субботу следующий эфир. А, нет, не будет в субботу эфира. Вот видите, как мне подсказывают. Правильно мне подсказывают. Надеюсь, что будет эфир в воскресенье, в субботу не будет эфира, потому что будет съезд партии Парнас. Спойлер такой, да? А мы на него хотим прийти. Вот ни для кого не секрет. Чем это закончится? Узнаете в субботу вечером. Давайте последний вопрос. Бывают оговорки, да, я не говорю, что у меня идеальная речь. Ну, вот это у гражданина я, безусловно, забавляю. Вроде обидеть хотела, как-то не получилось. В субботу в городе культурные новости. Посмотрим. Перископ со съезда. Да. Короткий вопрос, короткий ответ. Передайте привет Николаю Володину. Николай, привет вам. У вас интересная фамилия. Это не народится, а быдло-патриоты. Побойтесь бога, у нас нет быдло-патриотов. Вот уж кого точно нет. Может быть, вы там как угодно можете называть нашу публику и аудиторию, но это точно не быдло-патриоты. Быдло-патриоты это вот те, кто ходит там за кашку на митинге Путина. Это да. Поддерживаю ли я амнистию Путина? Ладно, отвечаю на последний глобальный вопрос. Я не поддерживаю амнистию Путина. И Навальный не поддерживает амнистию Путина. О чем вчера сказал Навальный? Как я это понял и как, скорее всего, он это предполагал сказать? Он сказал о том, что если Путин сам будет готов к диалогу и сам передаст власть в руки народа в лице Навального, в лице Мальцева, ну, я имею в виду какого-то лидера формального на первое время, тогда он заслуживает, в общем-то, неприкосновенности. Согласен ли я с этим? Да, я с этим согласен. Потому что ни один Путин не стоит жизни людей. Да, то есть, ну, давайте представим, вот сейчас что произошло с Януковичем на Украине, да? Ну, вот если бы Янукович пошел на уступки и сам передал бы власть, и не было бы всего этого Майдана, не было бы там сотни погибших людей, а если речь пойдет не о сотнях, а если речь пойдет о тысячах, а если речь пойдет о десятках тысяч. Ну, я не думаю, что речь пойдет о тысячах и десятках тысяч, но если в моих руках или там в руках кого-то будет возможность спасти и даже пускай там сотни человек путем того, что сохранить жизнь одному несчастному Путину, который все равно будет гнить где-то, там, я не знаю, я даже не знаю, где он будет гнить, все равно он будет гнить, и все равно он умрет несчастным человеком, и я ему очень не завидую. Если это будет в моих силах, я буду всячески это поддерживать. Пусть это будет непопулярным решением, но вот, простите, это так. Эдик перебрался в Испанию, Эдик в Саратове. Спасибо, друзья, за то, что вы нас смотрите, за то, что у нас развивается канал, развивается контент, несмотря на то, что кто-то в этом сомневается. Запустили Донатлер, все правильно, а потом все равно расстреляем. Ну, не знаю, посмотрим. В общем, спасибо вам, друзья. Интересный, мне кажется, был эфир. Порадовали вы меня. Скрин я вам обещал, сейчас сделаю, прямо через несколько секунд, до 21 часа, всего 40 минут, успеем попить кофе, умыться, побриться и запуститься обратно в эфир. Вот так я практически как рэп, попросили от меня рэп, я зачитал вам рэп. Все, ел. Всем до воскресенья, надеюсь. Пока более точно не могу сказать. Если что, следите за группой ВКонтакте, я там периодически пишу какие-то переносы в пространстве и времени наших эфиров. Спасибо, до свидания. До свидания.